Глав Пахари представляет исследование на применении экологически чистой энергии и в 2009 году представила прототип трактора, работающего на водороде. Вместо классического дизельного двигателя и коробки передач на трактор был установлен бак для водорода, система топливных элементов и два электродвигателя. Для запуска процесса конверсии водорода необходимо только вода и электричество. Электролизер разделяет воду на газообразное водород и кислород, после чего водород поступает в резервуары высокого давления и используется в качестве энергии для трактора. Система топливных элементов, установленная в тракторе, преобразует водород в электричество, которое приводит в действие два двигателя, обеспечивающие привод ведущих колес, ВОМ и других вспомогательных устройств. Представленный трактор развивал мощности до 106 лошадиных сил, а время его автономной работы составляло около трех часов. До 2020 года высокая стоимость топливных элементов и ограниченная доступность водородного топлива не позволяла сделать такие модели тракторов коммерчески жизнеспособными. Поэтому компании отказывались от подобной концепции. После новых разработок австралийских ученых водород значительно укрепил свои позиции, как альтернативный вид топлива для сельскохозяйственной техники, в институте CSIRO разработали новую мембранную технологию преобразования аммиака в водород, что позволяет осуществлять его безопасное хранение и транспортировку. Самые свежие обзоры сельскохозяйственной техники на канале Главпахари.